Всем привет! Задали вопрос, что делать при расширении вен? Значит, чеснок улучшает кровь, он обладает способностью разрушать крованые сгустки. Поэтому ешьте побольше чеснока или пейте чесночную настойку. 250 грамм натертого чеснока, залить 350 жидкого натурального мёда, стательно перемешать, настаивать 7-10 дней. Принимать по одной столовой ложке за 40 минут до еды, 3 раза в день. Лечение 2-3 месяца. Можно принимать ножные ванны. Искары ивы и дуба. 50 грамм на 10 литров воды. Продолжительность процедуры 30 минут. Температура воды не более 38 градусов. А также вопрос при недержании мочи. При слабости мочевого пузыря нужно принимать смесь измельченного репчастого лука, тертых яблок и мёда, взятых в равных частях, по одной столовой ложке, 3 раза в день. Но может ещё поможет средство при энурезе. Значит, зверобой и чесочелистник взять в равных частях. Одну столовую ложку сбора настоять в стакане кипятка, процедить и пить по стакану 3 раза в день. Взять народное средство. Две медные монеты, настоящие медные. Одну наложить на левую подключичную область, вторую на мочевой пузырь. Выше лобка на ночь. Курс 5 раз. Есть кисель или пить компот из сушеных плодов черники или 25 грамм листьев черники, настоять 0,5 литра кипятка и процедить. Пить по 0,5 стакану 3 раза в день. Одновременно есть чернику и чёрную смородину. Укрепляют тоже мочевый пузырь. Можно пить утром на торчак по стакану тёплой воды с 1 чайной ложкой мёда и лимонной кислотой на кончика ножа. Завтракать через 1-2 часа в курсе 1 неделя. Также задавали вопрос, что делать при прививке от коронавируса. Лучше её не делать. Но если вас уже заставили сделать, значит убивает вирусы. Настойка прополюса, значит берём кусочек прополюса с грецкий орех. Крошим его, брошаем в пол-литровую банку. Заливаем 5-ти градусным спиртом или 5-ти градусной самогонкой. Настаивается неделю и пьём его, если уже перканаровирус или гриппи, по всем капель.